Всем огромный привет-привет! Меня зовут Марина, и в своё сегодняшнее видео я бы хотела посвятить теме новогодних подарочков. Я бы очень хотела сделать это видео в формате ASMR. Если честно, я не знаю, сколько это у меня хорошо получится. Я хотя бы просто постараюсь с вами разговаривать тихим голосом, постараюсь слишком не шуметь, не голодеть и не сдавать слишком громких звуков. Ну, Новый год только что прошёл. Поздравляю вас всех с уже наступившим Новым годом. И я бы очень хотела пожелать всем в этом году, чтобы ваш этот год был лучше предыдущего, чтобы ваш год был интереснее, чем предыдущий, чтобы год был более плодотворный, чем предыдущий. И чтобы в конце этого 2015 года вы, сами подводя итоги, понимали, что год вы прожили не зря. Мне кажется, это вообще очень важно осознавать то, что всё, что вы делаете, это не зря. Мне кажется, очень важно быть довольным собой, довольным всем, что ты делаешь, и знать, что это всё также приносит кому-то пользу. Ну, это лично моё мнение, конечно же. Так, давайте перейдём к теме новогодних подарочков. Итак, первый мой новогодний подарочек, он был на самом деле самый-самый первый из всех моих подарков. Его он и сделала моя подруга. И этот подарочек просто задал мне весь тон моему Новому году. Он сделал мне моё новогоднее настроение. Так, я вам сейчас покажу, что же это такое. Это такой вот наборчик от фирмы Еврошем. Сейчас я его, конечно же, разворачивала, но он так красиво смотрится, он и так органично смотрится, вот в этой вот коробочке, что я его завернула обратно. И он так у меня и стоит, украшает мой столик. Сейчас я постараюсь его не слишком громко развернуть и всё вам отсюда показать. Так, это сделать очень сложно. Извините, я с этим коробочным громком. Всё, всё, больше громких звуков не будет. Наконец-то я его развернула. Такой вот подарочек. Это лимитированная коллекция от Еврошем. У них каждый год выпускается лимитированная коллекция. Значит, она вся, вся эта коллекция вложена в такую симпатичную коробочку. Но, если честно, у меня такое чувство, что коробочку от меня заберут. Моя мама постоянно забирает у меня вот такие вот коробочки от подарочных наборчиков Еврошем. Ну, и от разных других подарочных наборчиков. Она увозит их на дачу, делает там какие-то поделочки с ними. Ну, в качестве горшка, цветок может использовать. Ну, так что, скорее всего, что и эту красивую коробочку у меня также заберут. Значит, первое, что входило в такой наборчик, это гель для душа от Еврошем. Он называется карамельная груша. Значит, запах у него очень съедобный, очень приятный. Я просто фанат таких запахов зимой. Это запах именно не лимонада дюшес, который многие, я думаю, что знают. А запах такого грушевого тортика. Один раз в жизни я ела грушевый торт. Он назывался... Он так назывался торт-адвокат грушевый. И у него был именно такой запах. Такой безумно приятный, такой карамельный. Не знаю. Мне прям так хочется дать камере этот гель для душа, чтобы вы тоже его понюхали. Он безумно вкусный, очень ароматный. И если вы любите такие запахи, то я бы вам посоветовала скорее бежать и покупать его, так как эта серия лимитирована. И я думаю, что уже к февролю ее уже не будет. Дальше в этот вот наборчик входил точно такой же парфюнчик небольшой. По 20 мл, если я не ошибаюсь. Также называется карамельная груша. Точно такой же приятный, сладкий, тортово-съедобный запах. Один из моих любимых запахов зимой. Я его наношу на все тело. Наношу где-то 3-4 пшика. Но мне на самом деле не сладко. Мне то, что нужно. Эта сладость очень быстро выветривается. И остается такой нежненький запах груши. Мне опять же хочется, чтобы это вы понюхали. Это безумно приятно на самом деле. Запах очень новогодний, такой очень праздничный. Не знаю, мне напоминает торт. Именно зимние каникулы. Какие-то пироженки. Такие-то у меня ассоциации. Дальше в этой наборчике лежало мыло. Оно уже с ароматом ванили. Ну, на самом деле, мыло тоже очень приятное. У меня один раз в жизни был наборчик ванильный от Ивроше. Там в него входило молочко для тела, гель для душа и, по-моему, туалетная вода. Я помню, что я этим всем, конечно, пользовалась. Но мне было туалетной водой и молочком пользоваться очень тяжело. Потому что для меня это было все-таки слишком сладко. А вот гелем для душа я с удовольствием пользовалась. Так как после себя он не оставлял практически такого сладкого аромата. Я думаю, что это мыло также из... Ну, такого же типа. То есть, в принципе, пока моешься, оно чувствуется так сладко-сладко. А потом как бы смываешь воду и все. Но, в принципе, уже никакого-то тяжелого запаха не ощущается. Также в набор входила такая милая овечка. Я ее, конечно, уже разворачивала, но мне, на самом деле, жалко ее доставать и складывать себе в шкаф. Я пока что еще хочу, чтобы все это полежало у меня одним наборчиком, на самом деле. Так. Нам не будет посетить тут. Ну и дали какой-то япончик на скидку, 25% на любой продукт. Ну и на сахар для ванны можно получить в подарок. Я, честно говоря, не купаюсь в ваннах вообще, потому что я как-то, не знаю, как-то не люблю... Такое ли я нибудь в ванну и до, после, не знаю, мы просто легче об этом заниматься. Но если я получу в подарок такой сахар для ванны, то я обязательно помоюсь в ванне с ним. В общем-то, замечательный наборчик. Спасибо огромное твоей подружке. Это просто, на самом деле, сделало мое новогоднее настроение, если честно. Следующий подарочек, который я получила, это был подарок от моей мамы. Ну, когда бы часть подарка. Я уже, я очень давно хотела себе такой, какой-то короб, что ли, я не знаю, чтобы туда сложить всю свою косметику. Но я хотела в более винтажном стиле, а мама мне подарила в таком деревенском стиле. Ну, в принципе, мне он все равно очень подошел и очень понравился. Моя мама сказала, что это короб для рукоделья. У меня такая рукодельница, что я хочу туда косметику сложить. Также туда входили кисточки. Такие мягкие, приятные. Я уже одной кисточкой уже... Сделала что-то... Мне было скучно, я имитировала тени, что я открашусь вот такой кисточкой. Ну, она такая приятная, при прикосновении к коже, на самом деле. Но, что я буду ее скрашивать, я не знаю. Также в наборчик. Входила такая птичка. Ее нужно будет мне раскрасить самой. Но я немножко криворукая. Ну, в общем, посмотрим, когда я расскажу ее раскрашивать самой. Но я вам обязательно об этом расскажу. Также такой милый олень. Олень действительно очень милый. А еще эта штучечка из приятного такого материала. Это натуральная глина. Он как бы вроде холодный, а потом я беру его в руку. И он тут же нагревается под действием тепла тела. У меня последнее, что сюда входило. Сейчас я покажу. Мне так стыдно за громкие звуки, если честно. Но у нее такая неуклюжая чего-то. Это вот такой вот ангелочек. Он светится всеми цветами, как переливается. На самом деле симпатичная очень игрушечка елочная. Вот так вот. Мне очень понравился. На самом деле подарочек. Он такой милый, такой домашний, уютный. Так. Также мне вот еще одна подруге была. И так на подарочек. Это вот такая вот шампунька. От плетен проверью. И кружечка. Все это было упаковано в подарочный наборчик. Значит, кружечка. Кружечка, кружечка. Овечка симпатичная такая, милая. Сделаны такие кудряшечки у нее. Такие. Она еще улыбается. Я вообще очень люблю такие милые вещи. Так. Шампунь Пантин Прови. Ну, кто смотрел мои видео, те знают, что с шампунями этой фирмы отношения у меня достаточно сложные. То есть, с одной стороны, он хорошо влияет на мои волосы. Я мою шампунь от Пантин Прови. Всегда без бальзама. Он практически всегда без бальзама. Он даже без бальзама... Ну, не важно, что тут написано. Не важно. Любой шампунь Пантин Прови действует на мои волосы одинаково. То есть он даже без бальзама отлично расслабляет мои волосы. отлично их увлажняет, отлично их питает, они очень легко расчесываются. Но есть один большой минус, то есть этот шампунь, мне кажется, он как-то даже переувлажняет мои волосы, потому что уже, если я утром, допустим, вот мою волосы, то к вечеру они уже какие-то грязноватые. И на следующее утро я вообще уже никуда выйти не могу, потому что волосы уже не то что грязноватые, а откровенно жирные и грязные. То есть мне нужно всегда рассчитывать, ну, допустим, с другими шампунями я хоть и мою волосы каждый день, но два дня моя голова держится в нормальном состоянии. То спонтин прави мне обязательно нужно рассчитывать на следующее утро обязательно время, чтобы помыть волосы. Иначе у меня будет, иначе я не смогу никуда просто пойти. Это будет неприятно и мне, и окружающим. Для меня жирная голова это все, это просто все, это просто крест на всей красоте девушки. Никуда я не смогу выйти с жирной головой. У меня просто день не заладится с самого утра. Так что, в принципе, шампунь и понтин прави. Я, ну, запах, ну, еще такой, мне кажется, достаточно химичный. Ну, у всех, опять же, понтинов. Так что, я шампунь от понтин, конечно же, я его буду использовать, так как он, ну, достаточно хорошо разглаживает мои волосы. Но сама себе я шампунь от понтинь никогда-никогда не покупаю. Ну, так же, следующий подарочек был от моего молодого человека. Он подарил мне вот такую вот овцу, кружку и букетик. Ну, кружку я сама просила привезти не из Арабских Эмиратов, только я единственное, я хотела что-нибудь повеселее. Хампунь такую прям серьезную кружечку привез. Я своему папе и то более веселую кружку привезла. Ну, в принципе, кружка симпатичная такая, этот, Арабские башни все эти известные, там у меня уже налит чай, так что я сильно показывать ее не буду, но она такая тяжеленькая, приятная. Я сама просила, чтобы это была лично моя кружка, чтобы из нее никто не пил. В общем-то, я уже два дня пью из нее только сама, никому ее трогать не даю. Вот в этой вот милой и прикольной овечке, ну, тут все-таки лямочки у нее две приделаны, ну, вот тут есть такая молния, и вот там вот у нее были набиты конфеты, причем такие простенькие, такие смешные конфетки. Она, кстати, сама по себе такая миленькая, у нее такой шарфичек, она вообще такая милая. Я очень люблю такие милые мягкие игрушки. И когда я достала эти конфеты, это все мне напомнило, честно говоря, мое детство, когда мне дарили только такие простенькие конфетки, и я высыпала все эти конфеты на кровать, все их пересматривала, от всех от них откусывала по половинке, ну, чтобы как можно быстрее узнать вкус каждой конфеты. И, честно говоря, я не удержалась, просто вспомнила ту маленькую милую девочку, которая так делала, и я сделала так же. Я высыпала все конфеты на диван и отъела от каждой конфеты немножечко. Ну, я надеюсь, что я прыщами не пойду по всему этого эксперимента своего. Ну, на самом деле, я получила такое удовольствие, как будто я вернулась в детство, и еще такой подарочек мне просто... Не знаю. У меня эмоции, просто буря эмоций вызвала такой подарочек, если честно. И у меня вот лежит примерно похожий подарок еще со школы. Вот такой вот петух, который так же был набит такими простенькими конфетками. Я считаю, что я учусь в школе. Ну, вот всякие стрижи. Что там еще там? Орбита всякая. В общем, там он весь-весь-весь забит такими простенькими фантиками. Я зачем-то их сохранила еще со школы. Вот тогда я это делала так же. Тоже отъедала от каждой конфетки понемножку. Вот. Также он мне подарил кабыки от цветов. Сейчас вам покажу. Мне, честно говоря, я его прислала доставка. Я была просто в шоке. Тут елочки, шарики и цветы. Я даже не знала, что бывают новогодние буки. Сейчас я их поставлю обратно. И я была в шоке, так как мне цветы вот такой, прям полноценный букет дарят в первый раз. Но подарки от родителей не считаются, а именно молодой человек дарит мне такой подарок в первый раз. Мне было приятно, и с одной стороны немножечко необычно. Так, еще последнее, что я вам хочу показать. Я не помню, от кого это мне подарочек. Я, честно скажу, без стыдно на него. Такая свечечка электронная. Электрическая, не знаю. Электрическая электронная. Не надо трясти, она загорается. Я их не подула, она затухает. Это пластиковая такая электронная свечка. Видите, она имитирует как бы пламя настоящей свечи. Она горит то более тусклая, то более яркая. Прямо как настоящая свеча. Я не знаю, как она работает. Я очень плохо соображаю в технике. В общем-то, ну там еще часть подарков была одежда и мне. Ну, это я уже сама себе выбирала. Так что думаю, что не буду показывать. Я покажу как-нибудь попозже. Ну, в принципе, это были все мои подарочки. А, еще много бы не дарили сладостей, но их я уже съела. Киндер-сюпризами дарили. Рафаэлла дарили. Коробки конфет, такие формы елочки дарили. Ну, а все, все это уже открыто. Частично съедено. Поэтому, такое уж показывать не буду. Ну, это, в принципе, было все. Давайте мы с такой милой овечкой пожелаем вам еще раз удачи в новом году. У вас целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok